друзья привет сегодня хочу поговорить о том как порядок в доме влияет на наше внутреннее состояние и как обычную уборку можно превратить в настоящий инструмент самопрограммирования пока вы моете посуду или разбираете шкафы можно запросто программировать себя на желаемые изменения в жизни у меня сейчас в гостях тетя и каждый раз при нашей встрече я удивляюсь как у нас много общего особенно когда речь заходит о порядке и уюте вот ходим и сейчас вместе по дому вазочки поправляем полотенца в рулетике закручиваем и подсмеиваемся друг на другом тетя они мне еще тут везде крючочки на кухне в гардеробной комнате установила и все теперь более функционально и гораздо удобнее поддерживать порядок для меня порядок в доме очень важен и это не просто про чисто это про визуальное спокойствие и внутреннюю гармонию когда все на своих местах тогда и дышится легко и голова свободно а если в доме много вещей разных стилей каких-то орнаментов магнитиков сувенирчиков шкатулочек статуэточек вот это все на меня начинает очень сильно давить такое ощущение что внимание рассеивается и я начинаю чувствовать себя уставшие и в таком пространстве у меня запросто может начать болеть голова поэтому я за минимализм и за функциональность минимум вещей на виду и максимум легкости в мыслях хочу с вами сегодня поделиться тем как простую уборку можно превратить настоящий магический ритуал каждое действие которое ты совершаешь это возможность программировать себя на что-то хорошее на что-то что тебе очень нужно сейчас на те изменения которые нужны инструкция очень простая вы просто проговариваете первое действие например я сейчас мою посуду мозг с этим соглашается спокойно эту фразу пропускает а вот ко второй фразе добавляйте свое намерение и и с каждым днем счастливее становиться буду да и тогда вторая фраза булькает прямиком в подсознание не поддаваясь критике там фейс-контролю да и вот это связка я сейчас мою посуду с каждым днем счастливее буду или там счастье ждет меня повсюду это такой вот простой пример самопрограммирования да или там шкаф сейчас я разбираю гармонию в душе обретаю вещи я вещи раскладываю и в жизни все налаживаю например до мебель протираю спокойствие обретает так далее куда пойдет уже дальше ваша фантазия и ваше какое намерение для вас сейчас актуально эти фразы помогают не только навести порядок доме но и привести в порядок свои мысли и загрузить легко и беспрепятственно свое бессознательное намерение которые необходимы еще раз первой фразы я описываю действия которые я совершаю и второй я проговариваю фразы и намерение и таким образом вот можно навести порядок на физическом уровне и запустить необходимые перемены на тонком уровне и можно сказать стать себе таким вот сам себе шаманом конечно не для всех людей порядок имеет важное значение кто-то запросто может жить в легком хаосе и в нелегком хаосе да и чувствовать себя прекрасно но по моим наблюдением все успешные какие-то вот продвинутые люди которых я встречала на своем пути всегда де держали свои пространства в идеальном порядке не обязательно это должны быть какие-то шикарные апартаменты или дом но функциональность всегда и красота и минимум отвлекающих факторов это вот мастхэв никаких безделушек каких случайных вещей вряд ли вы встретите миллиардера до который будет жить в бардаке и возможно это связано с тем что порядок во внешнем пространстве помогает порядку в мыслях и если мозг не тратит энергию на визуальный шум то у него гораздо больше ресурсов на принятие решений на концентрацию и на творчество и конечно толерантность к внешнему беспорядку всех разные кто-то может не замечать хаос и чувствует себя хорошо а кто-то как я сразу ощущают вот тяжесть напряжение от каждого случайного какого-то предмета или если слишком много цветов в одном в одной комнате да ну факт остается фактом порядок абсолютно точно помогает освободить внимание и энергию для чего-то более важного многие из вас наверное слышали о марии конта и ее книги магическая уборка она пользуется огромной популярностью его ее все хвалят ну правда я сама ее еще пока не читала но слышала и знакомы с ее методом ее метод оставлять только те вещи которые приносят приносит вам радость все что не вызывает положительных эмоций нужно поблагодарить и отпустить и это не только про уборку это и про отношение к жизни когда вы окружены вещами которые вас радуют жизнь становится легче и приятнее помимо метода кон мари есть еще другие подходы например метод fly леди этот метод учит что уборка должна быть регулярной но не утомительная то есть выделяешь всего минут 15 в день и дом всегда в порядке и красоте и минималистический минималистский подход держать только самые необходимые вещи избавляться сразу же от всего лишнего это создает пространство для мыслей да и такое вот внутреннее спокойствие еще хочу упомянуть о накопительстве люди часто хранят вещи годами думаю что они когда-то пригодятся например моя мама хранила в шкафах обрезки тканей купленные по скидке сто лет назад какие-то тряпочки и до сих пор хранит которые так никогда и не не пригодились лежат уже сколько там 50 60 лет в этом шкафу и только издают такие уже старческие неприятные запахи на все эти вещи они тянут абсолютно точно энергию они создают ощущение тяжести и чем больше таких вещей да тем больше они съедают нашего внимания вот может быть замечали что в домах пожилых людей стоит вот этот вот запах такой вот старины потому что старые вещи они буквально запирают нашу драгоценную энергию поэтому лучше отдать подарить продать ну или в конце концов выкинуть да чем донейте свою энергию вещам всегда можно дать вторую жизнь и в канаде это например очень популярным и регулярно люди отдают донейшн вещи которые даже в хорошем состоянии но уже не актуальны чем меньше ненужных вещей вокруг тем легче дышится есть конечно исключение это детские комнаты там вот единственное где допускается визуальный такой хаос потому что он помогает детям развивать воображение мышление вот игрушки могут быть разные ярких цветов там книги все это полезно может быть для детской фантазии но во взрослой жизни порядок в доме это порядок в голове чем меньше отвлекающих факторов тем лучше так что друзья уборка это не только про чистоту это про освобождение пространства внутреннего и внешнего если добавить к этому элемент самопрограммирование то каждый раз когда вы моете полы или разбираете шкаф вы можете не только навести порядок вокруг ну и настроить себя на позитивные какие-то вот желаемые перемены изменения и так подводя итоги первое порядок в доме напрямую влияет на наше внутреннее состояние чистое и уютное пространство всегда дает легкость визуальный хаос забирает энергию второе уборку можно и нужно я бы даже сказал превратить магический ритуар ритуал самопрограммирование да это простые фразы с намерением помогают внести вот необходимые желанные какие-то изменения в жизнь и третье избавляйтесь от лишних вещей чем меньше старого и ненужного в доме тем легче будет дышать и мыслить и пусть ваш дом станет местом вашей силы спасибо что дослушали до конца пожалуйста ставьте свои гонечки если этот формат вам заходит если хотите еще и до связи обнимаю